Уровень воды в Оке активно повышается. Реки области практически освободились от льда. В трех районах затоплены низководные мосты. В регионе началось половодие. За минувшие сутки вода в Оке поднялась почти на 11 сантиметров от нулевой отметки и составила 236 сантиметров от графика гидрологического поста. Об этом нам рассказал начальник гидрометеорологической службы. Наблюдение проводится, как правило, по затопленной свае. Эта свая первая, не затопленная. Как правило, технический наблюдатель ищет чуть ниже в воде притопленную сваю, заходит в болотных сапогах немножко в воду и меряет высоту. Можно производить замеры по свае, которая самая первая. И в этом случае делается так называемый минусовой отчет. Вот свая номер 9 имеет приводку 250 сантиметров над нулем гидрологического поста. Где-то 12 сантиметров, 13 сантиметров минусом, значит 250 минус 13 сантиметров, получается уровень 237. То есть уровень по сравнению с 8 утра вырос на 1 сантиметр. Каждый день в 8 утра и в 8 вечера на пост приходит техник-наблюдатель и замеряет, насколько поднялась вода за 12 часов, без выходных и праздничных дней. Делается это уже на протяжении многих лет. Старейший гидрологический пост Рязанской области находится здесь, на Кремлевском валу. В этом году ему исполняется 140 лет. А это значит, что на протяжении почти полутора веков сюда приходят каждый день, утром и вечером. Сотрудник гидрометслужбы замеряет уровень воды. Максимальный исторический, наивысший уровень воды наблюдался на реке Окео у города Рязань 24 апреля 1908 года. И он составил 839 сантиметров над нулем по графику гидрологического поста. Весна в этом году ранняя и устойчивая. Считается, что достаточным уровнем выхода воды на пойму реки является 300 сантиметров. По гидрологическому прогнозу, по нижней границе у нас прогнозировался уровень 250 сантиметров. Вот если еще 2-3 дня будет небольшой подъем, а он скорее всего будет, потом будет некоторая стабилизация уровня, то гидрологический прогноз попадается. И здесь же, недалеко от гидрологического поста, первые проказы весеннего половодья. Местные моряки Кремлевской пристани решили помочь наступившей весне и не дожидаясь ледохода. Кололи лед, чтобы он скорее ушел по течению. Но близлежащий понтон такой нагрузки не выдержал. Тросы крепления моста к берегам оборвались. Сотрудники благоустройства города не растерялись и в короткие сроки устранили проблему. А жители острова под Кремлем не оказались оторванными от своих домов. Продолжение следует...